Всем привет! Вы на канале Клаудсити. Меня зовут Вадим. Я очень рад вас снова видеть и продолжаю вас знакомить с рассказами удивительной писательницы Нарине Амкарян из ее сборника под названием «Понаехавшие». Сегодня на очереди у нас глава десятая и называется она «Клиенты». Меняли в обменнике деньги не только иностранцы. Так как с 10 утра и до 10 вечера охрана пропускала в фойе людей с улицы, то опыт работы с отечественниками девочки стали нарабатывать с первого дня. И буквально с первого дня вычислили всю разницу между иностранным клиентом и местным. Среднестатистический иностранец был неплохо воспитан. Умел во время улыбнуться, поблагодарить, обезоружить к Никсенам. Сюрпризов и всяких других подвохов от него ждать не приходилось. С ним было надежно, но почему-то скучно. Основной экстрим доставлялись советские в этимологии клиенты. Наш человек, он ведь особый, его хлебом не кормить, да и театр одному актеру устроить. Опять же, с ним не скучно, потому что он непредсказуем. Он как молния, бьет, не целясь. И лишь потом, когда проснется совесть, а совесть у нашего человека просыпается всегда, просто она заднеприводная и срабатывает постфактум. Так вот, и только когда просыпается совесть, наш человек начинает разбираться, кого же он случайно в порыве своей непредсказуемости испепелил. Непредсказуемость соотечественников девочек не пугала, и даже увешанные золотыми крестами в натуральную величину, малиновые пиджаки им были нипочем, потому что с ОФ девочки были как за каменной стеной. В ОФ погибла великая дрессировщица. Она легко могла усмирить разбуянившегося соотечественника. Иногда в приступе встречной непредсказуемости выскакивала из обменника и устраивала целое цирковое представление с жонглированием, барсетками и другими предметами роскоши распоясывшегося клиента. К счастью, все заканчивалось для клиента благополучно. Пролетала охрана и выпроваживала его под белые рученьки из гостиницы. К вежливым соотечественник ОФ относился с неходительным пониманием, терпеливо консультировал на тему курсов валют и за глаза ласково называла Made in USSR. К обмену соотечественники подходили осторожно. Долго заглядывали в окошки, выбирая безобидную на вид кассиршу. Вследствие такого творческого подхода у каждой кассирши со временем образовалась своя постоянная клиентура. Если у одной в клиентах числились преимущественно модные люди, то у другой женщины постбальзаковского возраста. Возле окошка добытчицы Наташи, например, всегда толпились неотягощенные проблемами с простотой мужчины. Любая женщина, увидев роскошный, подчеркнутый глубоким вырезом Наташин бюст, шарахала к другому окошку. В другом окошке бюстом не пахло. Там маячили чахлые каркасы по наехавшей или праведной Ольге. Посему оскорбленные Наташинами персиями женщины охотнее эксченджили там. Бедовые люди присмотрели граждане с сомнительной валютой. Поэтому количество изъятых людей фальшивых купюр спустя полгода перевалило за сотню. В банке хватались за голову. Сомнительная валюта требует экспертизы и бумажной волокиты. В банке даже мягко намекали, что неплохо бы какое-то количество такой валюты возвращать клиентам с формулировкой не прошла через детектор. Пусть и в других банках голова болит, говорили люди. Но людо объявила джихад фальшивомонетчиком и с намеченного курса сбиваться не собиралась. Так что, если в ОФ погиб великий дрессировщик, то в люди непримиримый боец с преступностью. Что касаемо понаехавшей, то ее облюбовали шизофренически всех мастей. Тихие, обмахиваясь кружевными платочками, декламировали поэтов Серебряного века. Буйные демонстрировали в окошко свои испещренные варикозом ноги, парики, искусственные челюсти и другие прелести. И закатывая глаза, повествовали разные истории о многочисленных молодых любовниках, штурмующих балконы, ну или о соседях в пять утра с умыслом грохочущих титановыми болванками. «Чем?» — пугалась понаехавшая. «Титановыми болванками от атомных боевых головок», — следовал исчерпывающий ответ. «Ого!» — выдыхала ошарашенная понаехавшая. «Слышь, мудисабели, ты хоть комиссию с них брала? Другие такую чушь за деньги слушают», — посмелась ОФ. Понаехавшая расстраивалась. В каждом обороте речи ОФ ей слышался матерный контекст. «А чего сразу мудисабели? Это что-то нецензурное, да?» — допытывалась она. «На то!» — гагатала, довольная произведенным эффектом ОФ. Самой везучей на клиентов была Галя, потому что Галя нашли политически активные пенсионеры. Денег у них было мало, зато желание обсудить ситуацию в стране хоть отбавляй. Поэтому Гале приходилось на досуге штудировать учебник по истории, чтобы соответствовать. А как-то с Красной площади к ней пришли Ленин и Сталин. Ну, актеры, которые зарабатывали на жизнь тем, что в образе вождей фотографировали с гостями столицы. У обоих был изнуренный алкоголем вид. Галя возбужденно разговаривала лозунгами, поминутно, почтительно вскакивала с места и норовела взять у них автограф на бланке строгой отчетности. Еле отговорили. Игорь. Однажды в обменном пункте работал мужчина Игорь. Понаяхавшая могла поклясться чем угодно, что даже на самой высокой макушке самой высокой горы не каждый день встретишь мужчину такой зубодоробительной, беспрекословной и сокрушительной суровости. Личностный конструкт Игоря был безыскусен и незамысловат. И никаких завихрений в виде сантиметров или каких других эмоциональных изысков не предполагал. При взгляде на Игоря в голову лезли разноувесистые слова типа «клаврот», «мордоворот» ну или на худой конец «переворот». Опять же, открытная черепно-мозговая травма. В анамнезе Игорь имел два неудавшихся брака и пятилетнюю отсидку в местах не столь отдаленных. Мочка его левого уха отсутствовала напрочь. Глубокий прикус радовал глаз массивными булатными коронками. Выражать нестройный ряд своих мыслей он предпочитал исключительно матом. «Ой, блядь, надо было пиздячить, блядь, с этим подозвонным...» делился Игорь впечатлениями о поездке с бывшим тестем на дачу и глядел на понаехавшую с претензией, требуя немедленной сатисфакции в виде адекватного ответа. Понаехавшая пугалась и искренне жалела, что не родилась ухо-немой. Питался Игорь только здоровой домашнего приготовления пищей. Закусывал ее ядреной головкой репчатого лука. Луком хрустел, как яблоком. Работать предпочитал исключительно под хорошую музыку. Правда, и тут без сровости не обошлось. Хорошей музыкой он признавал только репертуар группы «Лесоповал». И Михаила Кругак. Уволить Игоря Оев не могла. Он был племянником одного из руководителей банка. Ставить ее в постоянную пару с кем-нибудь из девочек она тоже не могла. Замучила бы совесть. Поэтому Оев определилась за Игорем скользящий график. Чтобы у девочек была возможность отойти от смены с ним. Работали кассиры сутки через трое. Ночевали в обменнике на маленьком раскладном диване. Ложились когда валетом, а когда и фейс-ту-фейс. С Игорем такие номера не проходили. Игорь был поперек себя шире и пах, как рота десантников после марш-броска через пустыню Гоби. От его храпа срабатывала сигнализация в грановитой палате Кремля и сворачивалась молоко у кормящих мамочек ЦАО. Поэтому смену с Игорем девочки коротали у окошка, глядя слезящимися от смрада глазами на стойку ресепшн напротив. СОС! Конвульсивно самофорили нелицом в гостиничное фойе. Администраторши из ресепшн делали сочувственные пассы руками, но помочь несчастным ничем не могли. Проработал Игорь в Интуристе ровно два месяца. Уволился по собственному желанию. Подался в челноки. Несколько лет успешно торговал в Лужниках. Открыл сеть автомастерских по Москве. А потом вообще ушел в нефтяной бизнес с головой. Увольнение Игоря девочки отметили небольшими посиделками типа фуршет. Фуршет потом плавно перетек в банкет и понаехавши опять бегала с выпученным глазами по гостинице, вырывая из цепких ногтей ОФ разные высокопоставленные ребра. В память об Игоре обменнику остались заслушанные до дыр кассета Михаила Круга, до резиновые тапки 48-го размера. Этими тапками ОФ пугала каждую новоприбывшую подчиненную. Мол, смотри, каким я троглодитом командовала. А уж тебя, милочка, подавно сожру. ОФ худеет. Однажды ОФ решила похудеть. При том худеть она понялась сразу после того, как объелась бутербродами густо поперченным салом. Вот, сказала она даже во последний бутерброд. Пора и честь знать. Сегодня у нас 20 декабря, до Нового года почти две недели. Надо бы килограммчик-другой скинуть, а то брюки на пузе не застегиваются. В те годы Москву накрыло бумом герболайфе, но обменник это напасть обошла стороной. Все кассирши благоразумно считали, что худеть за деньги – несусветная глупость. Лучше я эти деньги на жрату пущу, а вес бесплатно буду скидывать, резюмировала общий боевой настрой добычица Наташа. ОФ запланировала на Новый год кожаные зеленые штаны, отороченные по краю енотом, умело загримированным под песца. В такой неземной красоте она прикупила черную облегающую кофту в бешеный перелив с широкой гипюровой вставкой на спине. У понаехавшей задергалась века. На ее робкое предложение заменить гипюровое великолепие на что иметь менее броское, ОФ благодушно возразила. Дурашка! Что ты понимаешь в женской красоте? Шокировать и укладывать штабелями – вот наша кредо! Наматывай себе на ус, если не хочешь загнуться синим чулком. Когда закончились бутерброды, ОФ со славами «Чтоб не перекосывать почем зря», вынесла из обменника остатки хлеба, печенья и какую-то еще мелочь в виде окаменелых пряников и торжественно выкинула в урну. Спустя полтора часа угрюмого голодания она снарядила понаехавшую в продуктовый за кефиром и сыром. «Худеть – это не отказываться от еды, это просто питаться с умом», – напутствовала ОФ. «Кефир – это диетично, а в сыре с дырками больше дыр, чем сыра. Так что все честно». В 17.00 понаехавшая снова сбегала в магазин за крекерами и чем-нибудь легким, типа овощного салатика. «Возьми еще сыра с плесенью», – крикнула я вдогонку ОФ. «Он все равно воняет ногами. Его много не съешь». В 18.30 понаехавшая опять предстала перед заинтригованными продавщицами. «О, а что, сегодня в гости?» – полюбопытствовала они, завешивая 200 граммов вареной колбасы. «Отваренной нам ничего не будет, она же сырокопченая». «Мы худеем», – вдохнула понаехавшая. «А, возьмите еще овсянки, заварите кипятком. Может и невкусно, зато полезно». «Ну, давайте». Через пять минут пришлось возвращаться за мелкопусеньким кусочком маслица. «Ты охренела? Мне такую сухомятку предлагать». Когда понаехавшая ворвалась продуктовый аккурат перед закрытием, никто уже не стал удивляться. Продавщицы молча отвесили граммов 300 ветчины, сыра с дырочками, ну и по мелочи. «Еще одну пачку крекеров, упаковку сушек. Возьми на всякий случай, пусть лежат». Вечер прошел в нервозной обстановке. ОЭФ вздыхала и остервенела, листала газету «Третий глаз». Зачитала вслух статью журналиста Дьяконова о групповой медитации, случившейся у паломников на подступах к Дольмену мамочки. «Из звезды указывали им путь в магические врата», присвистнула она. «Хм, молодец, Мадьяконов, хорошо написал». Далее ОЭФ долгое обстоятельно изучала свои ноги под ультрафиолетовой лампой для просвечивания денег. «Худею на глазах», констатировала она, похрустывая крекерами. «С утра были полные, а сейчас, о, просто отекли от долгого сидения». В час ночи закончились крекеры. Следом закончились сушки. Сон предательский не шел. ОЭФ, сердито поворачившись на диване, снарядила понаехавшую к девочкам в ресепшн. Девочки в ресепшн справляли чей-то день рождения, поэтому ничего, кроме киевского торта и бутерброда с бужениной, предложить не могли. Когда понаехавшая прибежала с докладом о банкете напротив, ОЭФ помрачнела. «Запивают-то. Чем?» Нехорошо прищурываясь она. Пятизвездочным армянским выдохнула понаехавшая. ОЭФ честно держалась минут, минут пятнадцать. А потом с воплем, «Горянюшись синим планем, надену юбку ГД с накладными карманами». Штурмом взяла ресепшн. Попыток худеть она более не предпринимала. Штаны с псевдописцовым начесом так и лежали в шкафу, пока ОЭФ не подарила их гостиничной уборщице тете Гале. А тетя Галя, контуженная таким роскошным презентом, тут же села на диету с приценом на осенную талию. Сонма кавалеров и томный полуночный разврат. Она два раза на дню преданно протирала окна обменника влажной тряпке и громко сглатывая слюну, наблюдала, как ОЭФ трапезничает бутербродами с сырокопченой колбасой, преступно запивая их сладким чаем. Наблюдение. Странное дело, похудевшую тетю Галю мужчины обходили стороной, зато вокруг ОЭФ охотно укладывались штабелями, со всеми вытекающими отсюда томными делами. Вот такой практический оксюмарон. Худеть или любить, вот в чем вопрос. Еще немного диалогов Наталья. Бедовая Люда решает кроссворд. Древнегреческий многоглазый великан. Наталья радостна, опережая всех. Анус. Минутная тишина, потом общий хохот. Может, Аргус любопытствует добычица Наташа? Наталья не желает сдаваться. Может и Аргус, зато Анус звучит солиднее. С умным видом. Любовь это такая нежность, которая разъединяет людей. Да ладно? А что? Вот смотри. Полюбил, ушел от жены к другой. Или полюбил, ушел от родителей к мужу. Сплошное разъединение. Ха! Смотри, какая умная. Ну, а вы все дура, да дура. Понаехавший. К тебе человек приходил. Какой человек? Ну, такой высокий, смуглый, с бородкой. Что сказал? Сказал передать, что он приходил. И больше ничего? Имени не назвал? Не назвал. А, то есть назвал. Имя такое не русское, я не запомнил. Типа Дормидонт. Через пять минут к окошку подходит высокий, смуглый мужчина. Здравствуйте, дядя Арташес, улыбается понаехавший. Наталья радостно. Во, видишь, я же говорю, Дормидонт. Оэф подавилась бутербродом. Наталья нещадно колочет ее по спине. Смотри, даже лопатки прощупываются. Оэф, отдышавшись, ты на что намекаешь? Вражья морда. Наталья пытается исправить ситуацию. На то, что на спине у вас, слава богу, целлулита нет. Не то, что на ляжках. Седьмой января Наталья вваливается радостная в обменник. Христос воскрес. Диа, обществу, вам не угодишь. Ладно, воистину воскрес. Вот такая очередная смешная история от писательницы Нарины Абгарян из ее сборника под названием «Понаехавшие». Вы были на канале Клауд Сити. Меня зовут Вадим. Подписчикам отдельное спасибо. Тот, кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят у меня на канале. Еще раз всем огромное спасибо и до новых встреч. Всем пока.